друзья всем привет приехали на авторынок зеленый угол сейчас поснимаем цены посмотрим что с автомобилями что сколько стоит что есть по наличию и напоминаю набираем 50 тысяч подписчиков будет розыгрыш будет розыгрыш три подбора автомобиля бесплатно это на полном серьезе поэтому давайте осталось немного поддержите наш канал и разыграем для вас автомобиль те кому не нужен будет подбор автомобиля обязательно будут какие-то другие призы и так давайте начнем с вами toyota viz это уже 2011 год x-hide комплектация принципе неплохая машина аукционная три с половиной балла пробег на автомобиле 157 тысяч видите выложен аукционный лист пробег на автомобиле никто не скрывает я понимаю то что начнутся комментарии ой да какой там огромный пробег куда автомобиль столько не проходит я всегда всем говорю вы не путайте автомобили для европы и автомобили для японии этот автомобиль проедет еще столько же только следите за автомобилем лейте нормальный бензин лейте нормальная нормальное масло wish это полноценный минивэн три ряда сидений двигатель 18 коробка передач вариатор чтобы было два ряда сидений такого не бывает второй ряд сидений складывается в пол небольшой тазик небольшая ниша пластик двери идут распашные многих стоит выбор что взять смотрите кстати какая широкая дверь многих стоит выбор взять либо вещь либо изис автомобили технически они можно сказать одинаковые до внешне не отличаются вот таким образом отодвигается сиденье мы мы получаем доступ на третий ряд сидений так ты опять одной рукой неудобно мне как и в любой минивэне место там мало скрывать ничего не будем он двигается ну и как бы здесь еще есть вот такая вот трансформация салона автомобиля подголовник у нас прячется получается у нас с вами столик на котором можно покушать и пообедать перекусить куда-нибудь на природу съездить автомобиль конечно не для природы с клиренсом так все есть сложил также второй ряд сидений у нас двигается вперед назад все очень просто место кстати местом автомобиля на втором ряду сидений когда он это двинул до конца очень очень много передний ряд сидений есть тоже всякие разные всевозможные комплектации с наворотами чего здесь только нет 18 вариатор стоимость данного автомобиля 915 тысяч рублей это идет передний привод рядом стоит у нас honda inside это гибрид идет не полноценно таких автомобилей но осталось действительно очень мало комплектация 2009 год стоимость этого автомобиля 585 тысяч рублей он тоже аукционный тоже три с половиной балла вариатор батарейка здесь не убиваемая 134 тысячи пробег по кузову имеется окрас переднего левого крыла передней левой двери остальной кузов в остальном кузов весь идет цельники он налетит на летней резине повторители довольно знаете вот свое время когда везли их прям хорошо везли это был не популярнейший автомобиль он постоянно пользовался спросом он и сейчас пользуется спросом но их очень мало из пробежных автомобилей да есть большой выбор можно выбрать также довольно много места сзади есть подлокотник опускается автомобиль идет с глонассом сиденья вот таким образом складываются многих смущает то что крышка багажника да как бы зеркало она разделена на две части и будет неудобно видно именно водителю при езде поверьте это не так сам багажник ниша вытаскивать пенал это мы оттуда не будем есть подсветка автомобили идут только передний привод только передний привод заднеприводных 4 воды таких автомобилей нет кожаный роль эко режим зеркала варик ручник два подстаканника климат-контроль мультимедиа все здесь есть рядом стоит полноценный гибрид это toyota aqua 2016 года выпуска тоже большое разнообразие комплектации разброс ценников раньше аку можно было купить конечно не шестнадцатого года там и за 570 и за 550 и сейчас конечно цена взлетела он тоже аукционный шестнадцатый год стоимость автомобиля 710 тысяч рублей вот аукционная оценка 4 балла кузов целый пробег на автомобиле сто одиннадцать тысяч такой хатчбэк полноценный гибрид полноценный автомобиль едет на батарее поршневая группа не работает при покупке данных гибридов надо ориентироваться на пробег то есть пробег пробег это не показатель батареи вы можете приобрести автомобиль с пробегом там 140 тысяч у вас батарейка будет как новенькое место в принципе нормально можете приобрести машину с проблемом 80 тысяч батарея у вас будет под замену мультируль с ключа примерно примерно так рядом стоит еще один гибрид от тойоты тоже полноценный гибрид это аксио также есть филдер это идет уже рестайлинг гибрид тоже идет полноценный вот многие выбирают между аксио и филдером 15 год тоже аукционный стоимость 825 тысяч рублей три с половиной балла пробег 141 тысяча здесь идет замена крышки багажника вот но здесь тоже в принципе страшного ничего нет абсолютно страшного ничего нет по салону здесь все как филдере то есть поменяли эту крышку багажника и поменяли главное чтобы сам кузов там допустим задние крылья сам тазик был не затрону что там ничего не пилилась не варилась да вот здесь болты кидат подсорванного на первый взгляд вот здесь свои герметики все идет заводское но опять же это все на первый на первый взгляд а дальше нужно углубляться смотреть потому что бывает попадается такое то что идет несоответствие аукционного листа то есть аукционный лист пробивается по статистике все целое да помимо допустим меня на и крышке багажник у тебя там не дай бог еще и какое-нибудь крыло резалось вырезалось но данный экземпляр в рекламе не нуждается это самый такой самая 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 рабочая лошадка которая стоит 670 тысяч рублей про бокс оксид они полностью идут одинаковые что внешне что по начинке дори стала там было небольшое отличие сейчас отлично отличие никого нет же комплектация хорошая птс указана есть 16 год полтора литра тоже автомобиля аукционный он идет весь целенький пробег 140 2000 если вы хотите приобрести автомобиль с небольшим пробегом там 42 тысячи до готовьте что автомобиль у вас будет либо битой либо топливный либо ребят готовьте очень очень много денег здесь все просто все очень просто вариатор 1 нз наворотов никаких нету сплошной пластик 2 стеклоподъемником здрасте подсветочка козырьки сзади идет лавка да это минус то есть но реально минус вот опять же такие автомобили для куда-то куда-то в семью с детьми да не то что здесь меня просто в семью их не берут такие автомобили берут для работы там куда-то в деревню просто у кого семья там два человека муж жена все багажное отделение но плюсы данного автомобиля у него реально очень большое м очень большое багажное отделение вот что тут все можно посмотреть еще можно взять еще один полноценный гибрид от тойота это уже идет приус 15 год тоже аукционный 4 балла стоимость автомобиля 965 тысяч рублей естественно это уже идет рестайлинг по приусам тоже куча всяких разных всевозможных комплектаций 142000 142000 кузов автомобиля идет целый кстати многие путают думаю то что это колпаки но знаете вот на приусах реально у него интересное литье идет то есть это идет колпак а под колпаком идет еще у нас литье повторитель ветровики бесключевой доступ багажник открывать не не будем неудобно залезть темный салон место тоже много именно на втором ряду сидений об здесь мне нравится не то что мне нравится вот для многих это необычно не такие приезжают смотрят там или лиф или приуза или альфа вот именно рычаг переключения передач он интересен тем то что он находится всегда в одном положении сейчас автомобиль не заведен я показывать не буду у него нет вот обратить внимание здесь нет буковки п парковки то есть включаем у на руку он раз отпружинил обратно в нейтральное положение на дэшку он обратно отпружинил в нейтральное положение чтобы включить парковку достаточно будет просто нажать на вот это вот кнопочку мультируль управление там дисплеем печкой у круиз-контроля на данном автомобиле нет места ну приусов уже было очень много вот поэтому сегодня у нас не место сегодня у нас цена и мне нравится как здесь сделала панель то есть она под углом она смотрит немного как бы водительскую сторону надо никуда коситься несмотря на то то что она находится посередине на многие привыкли то что он находится вот прямо здесь вот смотреть очень очень удобно если взять какой-нибудь x-trail да там старый 30 кузов там как-то вот если честно я немножко косился потому что был эксплуатации x-trail именно на серединку здесь такого нет дальше стоит еще один inside год идет 2010 гибрид ну полу гибрид будем называть это так тоже аукцион статистика а сколько инсайд стоит стоит он 595 тысяч летняя резина тоже выложены аукционный лист три с половиной балла так пробег не вижу на автомобиле 126000 кстати мотор идет здесь 1 и 3 ну еще одна aqua тут прям много много про не написано ради прочитаю оценка 4 балла гибрид климат контроль гибрид два раза климат-контроль мультирует система антизанос экорежим для максимальной экономии езды антиблокировочная система ладно читать долго аукционный лист пробивается по статистике сто двадцать четыре тысячи пробег по правой стороне есть там подкрас давайте мы с вами проверим что толщиномер не выложил а вот мы наверное не проверим с вами толщиномер я ставил в машине вот такой вот автомобиль так ну что возьмем еще несколько автомобилей гадут меня сейчас поправили я на toyota wish не снял что есть старт кнопка сейчас мы вернемся с вами к этому автомобилю сказали что я не открыл водительскую дверь точно тут есть старт кнопка тут есть даже кожаный руль отключение антиюза есть регулировка зеркал есть шилдик замены масла 154 на 157 что-то надо менять вот что тут у нас еще есть есть два подстаканника есть какая-то японская визитка вот так что у нас здесь еще есть здесь есть воздвижной подстаканник вот такой вот бардачок тут видимо автомобиль никто не убирался какие-то японские наушники еще там еще есть закол какая-то японская то я не знаю что такое вот сколько всякой фигни на можно найти автомобиль и когда он приходит с японии кстати коврики здесь какие-то модные если честно я вот с такими надписями не встречал еще ковриков весы ну что здесь чем показать есть два подлокотника подголовники вы самое главное есть кнопка старт напоминаю стоимость автомобиля этого 915 тысяч рублей так ну давайте чтобы время много не тратить посмотрим просто что тут имеется вот стоит inside стоит honda grace кстати вот grace хороший надежный автомобиль по начинке это тот же самый фит но почему-то вот ребят я не знаю почему их не берут цена к сожалению здесь не указано сейчас посмотрим автомобили где есть цене и кстати скоро у нас будет сравнение это honda ой honda toyota сейшер и honda визель так продается у нас nissan ноут а цены здесь нет да нам не интересно без цены аксио е-мое вот это что такое стоит я вот если честно вот по это автомобиль безусловно японского производства peugeot наверно куда до японского производства но правый руль я них не понимаю абсолютно ничего я вот даже даже скрывать то не буду точно я угадал это peugeot peugeot правый руль стоит витс 4 воды 4 воды они идут двигателя 1 и 3 также есть витсы литровые тоже аукционные 4 балла замена вот видите ребят все аукционы разные на каком-то аукционе вот за вот этот аукционный лист поставят р-ку а где-то дают 4 балла аукцион тоже не всегда показатель последнее время идет много несоответствия то есть ну я уже говорил там по моему на примере приходит автомобиль там целый не бит и не крашена по факту находятся именины и крашены детали и так пробег 110 тысяч замена переднего левого крыла замена переднего правого крыла как раз передней левой двери оценка 4 балла хорошая комплектация автомобиля черный салон чисто ухоженный вариатор климат-контроль 4 воды идет с кнопочки давайте багажник посмотрю витс его сравнивают не то что сравнивают вот когда покупать выбирает между витсом и пасеком он с ключа вот еще один стоит это уже серый цвет он тоже 4 воды как я говорил 1 и 3 тоже 4 балла и стоит он 640 тысяч рублей вот видите да вот по состоянию допустим так сто четыре тысячи пробег здесь пробег 110 тысяч на пробег можно сказать один и тот же вот здесь две детали менялись одна деталь красилась цена 640 тысяч рублей на этом автомобиле судя по аукционному листу одна деталь крашен это передняя правая дверь пробег такой же да ну и стоит он также 640 тысяч рублей ладно возьмем еще вот автобус такого интересного плана стоит смотрите потрогать капот 50 рублей потрогал капот кому-то должен положить 50 рублей это honda стеб-вагон он к сожалению закрыты но интересная модель именно именно вот этот вот старенький кузов комплектация спада написано гибрид такой модный сзади выход стоит на шикарном литье на хорошей летней резине вот еще мне подсказывают показывают снять автобус давайте снимем автобус это у нас стоит новых мотор идет 18 гибридная версия гибридной версии мотор стоит 1 и 8 если бы это был не гибрид это было бы 2 литра есть даже 4 воды 1 миллион двести тридцать пять тысяч рублей кстати цена относительная недорогая вот эти автомобили они хорошо прям поднялись в цене аукционный лист замена чего тут крышки багажника вот такие аукционы которые короче которые нужно проверять пробег сто шестьдесят четыре тысячи видите вот здесь вот один продавец и ну нет такого что пробеги были там по шестьдесят четыре тысячи по пятьдесят то есть от вас никто ничего не скрывает это полноценный полноценный микроавтобус 3 проходит проходит три ряда сидений полноценный гибрид вот можете ощутить ощутить до багажное отделение ну я допустим не люблю так возить когда вот она это год то есть едешь что-то где-то пластик будет тереться должно все бы понятно то что данный автомобиль он стоит он не ездит поэтому кота здесь ничего не будет тем более здесь специально застелили я так про себя третий ряд сидений крепится он по бокам второй ряд сидений два капитанских кресла по опыту намного выгоднее да вот брать автомобили с пробегом за 100 тысяч то есть не там не 80 90 тысяч когда на 100 . придется вложиться в батареечку с пробегом там 120 тысяч допустим когда она уже обслужена место очень много места в автомобиле вот первых сиденья второго ряда двигаются смотрите так нет она там с ручки двигаться сейчас я душка отодвинута но реально ребят здесь просто можно развалиться шторочки такие штатные вмонтированы вместо тонировки автоматический стеклоподъемник вторая печка подсветка дуйки были нереально огромных размеров ручка на чтобы было удобно автомобиль то все-таки быстрый до гибриды едут гибриды прям едут кнопка старт электро дверь одна с левой стороны кнопку нажали дверь поехала открывается руль идет обычный пластиковый два подлокотника трк отключение ручник идет ножиной вот здесь он вот так вот прячется вот здесь есть комплектации где идет зарядка до для телефона то есть это очень удобно беспроводная поехал положил вот так вот телефон он у тебя спокойно лежит заряжается ну данной комплектации данной комплектации такого нет монитор магнитола стоит неплохая вот но заводить не будем нереально больших размеров идет торпеда пластик идет такой твердо он идет ребят твердый подсветочка вот подлокотник то есть сидеть в принципе здесь удобно регулировка руля по вылету есть по высоте регулировка руля тоже есть кстати идет мультируль гудок зеркала заднего вида в принципе такие широкие объемные центральные центральная стойка вот это вот боковая стойка с довольно с хорошим окошком то есть представляете если бы эта стойка была глухая то блин на обзора просто бы просто бы здесь не было климат-контроль двойной климат-контроль кнопка у нас есть вот 1 миллион двести тридцать пять тысяч рублей стоит он раз уж перешли мы так с вами на микроавтобусы покажем еще один замечательный автомобиль это nissan sirena 2017 год последний кузов гибридная версия аукцион стоимость автомобиля 1 миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей но он какой-то нестандартный то есть у него и бампер другой решеточка стоит другая вижу комплектация это камеры кругового обзора здесь и датчик при столкновении литье зимняя резина с гибрид кстати вот удобная штука да вот как недавно я говорил на кроссоверах то есть дверь открыли где-то вот вкус или а бордюр бац накладку эту сняли поменяли все наверное электро двери есть до электро двери есть сиденье блин ребят какой он чисто вообще просто шикарное сиденье такие клёвые шикарный на ощупь фишка этого автомобиля мне очень нравится эта штука она ездит то есть мы делаем так вот вообще можно сделать вот тогда это будет как подлокотник подстаканник небольшой столик еще и бардачок представляете либо можно отодвинуть вперед и до конца вот туда будет проход на третий ряд сидений либо использовать как для третьего пассажира спереди но это у нас нельзя запрещено знаете я прям хочу посмотреть на это данный автомобиль сейчас так сиденье у нас здесь у нас этот блин неудобно мне неудобно мне двигать одной рукой на то есть так спинку откинули есть проход на третий ряд сидений но давайте я все-таки разуюсь сейчас разуюсь еще раз залезу на третий ряд сидений и смотрите так ну дверку закрываем чтобы особо там не отсвечивала ничего сейчас второй ряд сидений он отодвинут до конца но тем не менее я сев на третий ряд сидений я чувствую себя комфортно ладно поднимать не буду реально мне будет комфортно ехать на дальнее расстояние у меня здесь есть столик с подстаканником что-то можно положить с этой стороны из два подстаканника также есть юсб зарядка ребят смотрите как клево сделано как прикольно вообще какие японцы молодцы с этой стороны два подстаканника кнопочка открывания электро двери только с левой стороны ну и также выход выход здесь очень удобный вторая печка монитор для второго ряда сидений для третьего ряда сидений то есть принципе у небольшого размера но я думаю будет приятно и довольно неплохо видно при езде ну и соответственно дуйки ручки дальше значит вот сирена по салончику да по двигателям они клевая проблем к у них с вариаторами конечно есть этого никуда не деться второй ряд сидений столики вот такого плана вот такого плана по два подстаканника идет то есть либо так либо так на как угодно кармашки тоже смотрите зарядка юсб зарядку все вот дело в каких автомобилях видели именно в японских nissan все-таки молодец nissan здесь тканевая вставка пластик так будет более-менее мягкий бардачок здесь вообще как знаете вот под под замуж тут как отделана согласитесь молодцы все прикольно все просто шикарно ну и пойдемте посмотрим а давайте еще откроем водительского водительская крышка багажника если откроется 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 на так вот ребят несмотря то что вот сейчас три ряда сидений три ряда сидений у нас еще есть багажное отделение но если мы уберем сиденье то получится просто огромный багажник также можно открыть заднее стекло видите райдер комплектация здесь управление стеклоподъемниками регулировка зеркал сидение также вперед-назад вверх-вниз две электро двери есть кожи руль автопилот ну автопилотом будет работать где ребят где есть разметка место ну комфортно вот честно но очень комфортно вот зеркало заднего вида там стоит камера то есть все транслируется в режиме реального времени руль по высоте по вылету вот такого плана электронный идет тахометр минус 5 температуру показывает но здесь много всяких разных плюшек кстати даже вот здесь есть без зарядка много всяких разных плюшек надо как-нибудь наверное будет сделать обзор очка вот а холод режим хороший электронный ручник кнопка старт подогреваем вот ребят ну что на сегодня наверное обзорчик будем заканчивать поддерживайте подписывайтесь на наш канал всем огромное спасибо кто нас смотрит кто ставит лайки кто комментирует вот все всем пока